Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книгой Исход 33 глава 3 стих, мы зададимся следующим вопросом. Изменил ли Бог своему решению вступить вместе с Израилем в обетованную землю? О чем это? Мы знаем, что неоднократно в Ветхом Завете говорится о том, что Господь Бог Сам рукою крепкою, мышцею простертую вывел еврейский народ из египетского рабства и ввел их в землю обетованную Эрц Исраэль. Но есть серьезная проблема. Это Исход 33 глава 3 стих. Давайте прочитаем в контексте с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря потомству твоему, дам ее, и пошлю пред тобою ангела моего, и прогоню Хананеев, Амореев, Хетеев, Фаризеев, Гергесеев, Эвеев и Ефусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед». И далее. «Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковый». То есть очень как бы непонятно и в то же время понятно, но почему в одном случае он говорит, что он сам ведет их в землю обетованную, где течет молоко и мед, а здесь он говорит, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути. Какое мы можем найти решение? Решение следующее. Бог действует в этом мире как с открытием своего лика, так и с закрытием своего лика. Как в псалмах Давида «Помяни Господи царя Давида и всю кротость его» мы встречаем такие слова. «Закроешь лик свой, и метутся народы». То есть не знают, что и делать. Но когда Бог действует в этом мире с открытием своего лика, с явным присутствием в этом мире через чудеса и знамения, это накладывает большую ответственность на людей. Потому что если в этом случае они проявляют непокорность, это прямой вызов Богу и хула на Духа Святаго, который не простится ни в всем веке, ни в будущем, как мы с вами знаем, из Нового Завета. Это с одной стороны. С другой стороны, когда Господь действует с открытием своего лика, каскадом чудес и знамений, уничтожается заслуга веры народа Божия. Потому что вера, которая проявляется, вера в кавычках, перед лицом чуда, это уже не вера, это знание. А что такое вера? Вера есть уверенность в невидимом. Прежде всего, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поставленные перед лицом явного божественного присутствия, люди не имеют никакой заслуги веры. Поэтому блажения, как говорит Христос, невидевшие, но уверовшие, таковые они будут блаженны, ибо их вера будет вменяться им в заслугу. А вера, надежда или любовь – это три теологических добродетелей. А добродетель – это то, что вменяется в заслугу. И вот об этом надо помнить. И хотя вера является даром Божиим, как сказано, кому Бог откроет, тому никто не закроет, и любовь тоже является даром Божиим, как апостол Павел пишет, любовь Божия излилась в сердца ваши духом святым, но согласие с этими истинами веры и принятие добровольное этой любви и проистекающей от нее надежды есть человеческая добродетель, высшая человеческая добродетель – и вера, и надежда, и любовь. А любовь из них – больше. Таким образом, Господь иногда оставляет нас без видимого собственного присутствия, чтобы дать нам возможность показать себя, реализовать такими, какие мы есть. И мы помним, что когда Христос крестился в Иордане, он уходит в пустыню в состоянии некой богооставленности, и там пребывает, где дьявол искушал его, когда Христос напоследок взолкал. Так и исход евреев из Египта, прохождение сквозь Черное море – это явное присутствие Бога. Потом битва с Амаликом, потом сорокалетнее блуждание по пустыне. И все это было великое испытание и искушение их веры, их надежды и их любви. И добротолюбие А.В.С.Ой, насколько я помню, он пишет, что Бог иногда попускает нам уходить от Него, даже впадать в какие-то грехи и преступления. Но Бог это делает, попускает нам с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. А если бы Бог все время вторгался бы в жизнь евреев каскадом чудес при их исходе из Египта, при их страстовании в землю обетованную, это было бы насилие над их свободной волей, и это сделало бы их крайне беспечными, несамостоятельными. И это могло бы оказаться серьезной проблемой для них. Потому что мы видим, что первое выпадание из духовного мира — это не грех падения наших прародителей Адама и Евы, это падение светлых ангелов, которые были очень приближены к Богу. Но это явное общение с Богом не принесло им счастья, потому что, возгордившись, они выпали из духовного мира, Люцифер и треть ангелов, которых он увлек за собой. Поэтому Господь иногда скрывает свой лик, как бы скрывает свое присутствие, хотя он вездесущ, для того, чтобы мы обрели заслугу веры, несмотря ни на что. И испытание Господь посылает нам с той же целью, чтобы мы, как золото огнем очищенное, отделились бы от всяких примесей. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели один из сложных вопросов Священного Писания. И подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя узнать о выходе новой беседы и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.